ВЕКТОР ПОЗНАНИЯ ВЕКТОР ПОЗНАНИЯ Для того, чтобы понять смысл произведения, нужно само произведение рассматривать в контексте той культуры, того мировоззрения и того сознания, когда оно было написано. Ведь если это XI или XII век, поскольку автор касается и событий XI-XII веков, то мы должны не только соизмерить вот эти события с нашим временем, но мы должны проникнуть в сознание этого безымянного автора, чтобы понять, что он хотел сказать, описывая этот исторический поход Игоря Святославича 1185 года на Полоцов, а самое главное, какую мысль, основную мысль он заложил в это произведение. Дело все в том, что древнерусские творения писались не по желанию какого-то автора, даже не потому, что они хотели прославиться или хотели что-то особое подчеркнуть. Ведь об этом походе Игоря Святославича написано целых три произведения. Это летописная повесть в Лаврентьевской летописи, летописная повесть в Ипатьевской летописи и, наконец, жемчужина древнерусской словесности «Слово о полку Игореве». Если автор пишет произведение уже после того, как было написано целых два произведения, значит, он хочет добавить нечто такое, чего еще не сказали его предшественники. Это первое. Второе. Как относиться к этому произведению? Это произведение историка или это произведение витии, как тогда называли поэтов? Ведь уже в XII веке было совершенно четкое разделение специфики труда историков, летописцев и поэтов, то есть витий. Вот, скажем, один из современников автора «Слово полку Игореве», Кирилл епископ Туровский, писал, «Ибо историки и витии, иначе говоря, летописцы и песнотворцы, обращают свое внимание на бывшие между царями рати и ополчения, то есть походы, и украшают их словами, и возвеличивают их, проявивших мужество за своего царя и не подставивших плечо своему врагу». Понимаете, даже любой историк и любой поэт будет по-разному подходить к освещению одного и того же события. Летописцы, конечно же, будут больше всего обращать внимание на хронологию событий, на последовательных событий, кто пошел в поход, когда это произошло, на все детали, которые будут сопровождать этот поход. В данном случае у нас, например, «Солнечное затмение», потому что любое небесное знамение тогда воспринималось как или доброе знамение, или предзнаменование развития всех этих событий, или какое-то дурное. В замечательном совершенно произведении древнерусской словесности «Повести временных лет» о знамениях было так сказано, что знамение бывает или на добро, или же на добро, или на зло. И вот тогда автор уже пытается осмыслить это предзнаменование небесное, чтобы понять и осмыслить, что же хотел Господь этим знаменем указать в начале этого похода. Для автора «Славополку Игореве» это будет ключевой момент. Об этом мы с вами поговорим немного позднее. Сейчас же я должен, наверное, объяснить вот ту ситуацию, мировоззренческое представление того времени, чтобы мы могли понять более глубоко смысл этого произведения. После принятия Русью христианство в 988 году, мировоззрение древнерусских книжников становится глубоко христианским, а позднее мы будем называть его глубоко православным. Потому что православие после падения Византии будет связано с сознанием древнерусских книжников именно с русской землей. Само понятие православия возникнет в цикле повестей о монголо-татарском нашествии. Но пока, когда мы говорим об 11 по 12 веках, мы должны говорить о христианстве. Так вот, христианство, в отличие от язычества, было религией письменной. То есть знания передавались письменно, а языческие знания передавались устно, в фольклоре, в обрядах, в былинах, сказках и так далее. Что же касается христианства, то это письменная религия. И самые основные знания, естественно, были сосредоточены в Библии, в божественном откровении, которые были записаны святыми отцами. И поэтому древнерусский книжник, когда писал какое-нибудь творение, он обязательно использовал цитаты из Библии, с тем, чтобы и подкрепить свои мысли, и с тем, чтобы показать, что нет ничего в новой истории, истории Древней Руси, того, чего бы не было в Библии, и о чем уже не было бы сказано. Здесь сразу возникает вопрос, а есть ли такая параллель со словом? Это будет оттайной пока для нас, потому что мы и этого вопроса тоже коснемся в нашей беседе. Так вот, по представлению христиан, мир бинарен, то есть он стоит из двух половин. Мир горний и мир дольний. Мир святой горний, невидимый, и мир дольний, видимый, там, где сосредоточен грех. И поэтому смысл человеческого бытия, поскольку человек сотворен по образу и подобию Бога, а образ Божий в человеке — это его бессмертная душа, так вот, смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы из мира дольнего, греховного попасть в мир горний. И поэтому основная тема всех древнерусских сочинений 11-16 веков — это тема спасения души человека. Повторяю, эта тема будет присутствовать во всех произведениях. Сразу возникает вопрос, а была ли она в словополку Игореве? Это тоже наша беседа, будет касаться ответа и на этот вопрос. Так вот, по представлению древнерусских книжников 11-12 веков, еще не было причинно-следственных связей между событием. То есть одно событие является продолжением другого события. Но в это время была очень развита связь по смыслу, символическая связь. За каждым действием, за каждым поступком, за каждым явлением природам виделся какой-то определенный смысл. И мы то же самое наблюдаем и в словополку Игореве. Поскольку, если пересказывать сюжет, то мы должны практически слово в слово пересказать весь памятник. Если же мы пересказываем, скажем, летописную статью, то тогда будет хронология событий. Я должен заметить, что поход Игоря Святославича состоялся в апреле-майе 1180 года. Игорь берет еще своего брата Буитура Всеволода, о котором говорится в повести. А древнерусский автор слово называет именно повестью, исторической повестью. Трудных повестей. Трудных это, с одной стороны, и ратных, а с другой стороны, и сокровенных. То есть в них кроется какой-то определенный смысл. Уже загадки в самом начале слова появляются. Об этом мы с вами тоже будем говорить. Так вот, Игорь с братом, племянником и сыном отправляется в этот поход. Еще только одно событие в истории Древней Руси, а именно Куликовская битва 1380 года, вызовет тоже три исторических памятника. Летописную статью, знамечательное сказание о битве Куликовской, сказание о маваемом побоище. И, наконец, задонщину, памятник которой почему-то перекликается своей художественной системой и повествованием. И будет содержать много цитат со словом ополка Игорева. Значит, это происходит осмысление нового исторического события уже через призму нового времени, как минимум конца 14-го, может быть, даже начала 15-го века, скорее всего, даже 15-го века. И можно сказать, что автор задонщины был один из ранних известных нам читателей слова полку Игорева, потому что он его будет интерпретировать. Есть ли в этой интерпретации определенные подсказки нам? Да, конечно же, есть. Вот как раз то, что касается символичности слова ополку Игорева. В слове ополку Игорева баян называется вещим. Баян, который может возлететь к небу и оттуда, во щекотате, щекот – это соловьиное пение, во щекотате и восславить поход и древних князей, еще предшественников Игоря. И если бы он был жив, то непременно бы и, конечно же, бы во щекотал и поход Игоря Святославича. Это образ, а даже скорее символ баян, как соловей своего времени. Но соловьи под небесами не поют. Под небесами поют жаворонки. И вот это существенное замечание автора Задончина, поскольку ему понравился этот образ поющего соловья, но и понравился образ поющей под небесами птицы. И он этот образ разделил, древнерусский образ XII века разделил на два. Он показывает, что уже поход Дмитрия Ивановича Донского воспевает жаворонок под небесами, а где-то на земле поет соловьей об этом походе. Вот эта вот маленькая деталь, она четко, совершенно объясняет нам, как символическое мышление постепенно развивается и появляются прагматические связи. И это мышление уже обнаруживает и причинно-следственные связи, потому что есть причина, и есть следствие. И, соответственно, уже таким образом повествуют о походе Дмитрия Донского. Но мы еще обратим внимание, какой был поход, что было целью Игоря Святославича, и что было целью похода Дмитрия Донского. Потому что это тоже сравнение, есть контраст. И этот контраст появляется и проявляется уже в Задончине. И мы видим, как автор Задончины оценивает поход Игоря Святославича, и, соответственно, еще как он оценивает поход Дмитрия Донского. Но еще несколько слов о XII веке, о времени, когда было написано слово. На что здесь авторы обращают внимание? Что любой князь имеет власть от Бога, потому что всякий дар свыше есть. Несть власти не от Бога, но всякая власть от Бога. Вот это выражение, несть власти не от Бога, оно не совсем точно сейчас переводится. Потому что несть власти не от Бога, точнее перевести нужно было бы так. Не власть, если не от Бога. У нас же существует другой перевод. Нет власти не от Бога. Это совершенно два разных понятия. Так вот, княжеская власть воспринималась как Богом данная. А если княжеская власть от Бога, тогда княжеское служение – это есть мирское служение Богу. К чему оно сводится? Защита своего отечества, то есть княжества, защита веры православной и защита православного народа. Вот эти три действия, собственно, мы видим в деяниях древнерусских князей, которые были прославлены в лике святых. Например, Владимир Мономах, Александр Невский, тот же самый Дмитрий Донской, о котором мы уже сегодня упоминали. Значит, вот исходя из этого служения, мирского служения Бога, мы должны и оценивать деяния всех князей. В том числе, естественно, и Игоря Святославича. Что касается славы и чести, потому что об этих понятиях также идет речь слова о полку Игоря. Смотрите, поход Игоря вызван желанием славы. Хочу бы с вами русицы копье преломите конец поля половецкого, а любо испите шаломянем дону великого. Это одна цель похода, другую переднюю славу похитим, а заднюю поделим. Князь идет в поход ради славы. И желание этой славы, мирское желание славы, оно греховное представление древнерусских книжников. Скажем, Борис и Глеб, первые русские святые XI века, говорят, не славы ради мира сего прожили они жизнь, а Игорь идет именно ради славы мира сего. Значит, его поступок уже изначально греховен. На это обстоятельство я хотел бы обратить внимание, потому что нет человека не без греха. Любой человек может согрешить, но самое важное – покаяние. И эта тема тоже будет присутствовать в слове о полку Игореве. Видите, мы рассмотрели небольшой круг проблем, которые автор затрагивает слове о полку Игореве. И те проблемы, которые были очень важны для XII века. Я здесь еще должен добавить, что древнерусское сознание было глубоко эсхатологичным. Что это значит? Это значит, что по Библии сказано, Господь сотворил мир, и этот мир во времени конечен, и наступит конец света. По древнерусским представлениям, конец света должен был завершиться первоначально, около 1038 года. Потом он продлился до 7000 года, потому что у Господа Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. И поэтому, если мир был сотворен за шесть дней, седьмой день Господь почил, то есть за седмицу, то и мир должен простоять именно 7000 лет. И понятно, что тогда любой древнерусский человек, православный человек, естественно, задумывался над тем, что он скажет Господу, Творцу своему, пославшему его этот мир, на страшном суде. А эта тема присутствует и в Слово полку Игоря. Не хитру, не гораздо, не пытцу гораздо, суда Божьего не минути. Может быть, конечно, по древнерусской не совсем понятно. Хитрец — это творец. Значит, ни творцу, то есть человеку творческому, ни умельцу, ни человеку пытливому, знающему, все равно суда Божьего не минути. Значит, соответственно, и Игорю Святославичу. Задумывался ли он над этим, когда отправлялся в этот поход? Можно сразу сказать, однозначно нет. Ведь почему Слово полку Игореве долгое время считали, что это подделка? Причем довольно-таки известные ученые и XIX века, и XX веков. Сразу же, после того, как было опубликовано слово впервые в 1800 году, благодаря стараниям Мусина Пушкина, коллекционера, который нашел рукопись слова полку Игореве, Бантышка Менского и Малиновского, которого подготовили эту рукопись, готовили на нее более десяти лет к изданию. И, наконец, когда это произведение стало доступным широкой читательской аудитории, его сразу же стали изучать, читать, им восхищаться. Прежде всего, восхищался Пушкин им и считал, что это великолепный памятник XII века. Но многие, как, например, Кочановский, профессор Московского университета, предполагал, что это подделка. И вот это вот разделение, оригинал написан в XI, точнее, в конце XII века, или же оригинал написан в конце XVIII века, этот вопрос, в общем, стоит и, по сути дела, до сих пор. Правда, после последних исследований и лингвистов, и филологов, и историков, сейчас остается все меньше и меньше подозрений, то, что это произведение было кем-то подделано в конце XVIII века. Вот в качестве одного из очень важных аргументов, на которые прежде не обращали внимания, в том числе и в XIX веке, это использование автором слова так называемого будущего условного времени. В слове вообще нет будущего времени. Почему? Потому что в представлениях древнерусских книжников XI-XII веков будущее — это то, что после Страшного Суда. Будущее — век, жизнь нетленная. А вот от современности, от сегодняшнего момента, от настоящего мгновения и до Страшного Суда — это предибудущее. Как говорил Нестор, автор знаменитой летописи «Повести временных лет». Кстати, она тоже называется «Повесть временных лет», потому что писалась до Страшного Суда. Может быть, мы когда-нибудь с вами об этом еще поговорим. Так вот, автор слова, поскольку он нам принадлежал по своему мировоззрению XII веку, он тоже не использует глаголов «будущее время», так характерных для нас. И поэтому, когда он говорит о будущем, возможном, это я хочу особенно подчеркнуть, то он говорит, добавляет приставаще. То есть, если, скажем, Игорь бежит из плена в русскую землю, Кзак-Канчак скачет ему во след, старается его догнать, и состоялась беседа у них. «Аще сокол летит к своему гнезду, то опутаема соколенка красную девицей». «Аще опутаема соколенка красную девицей», то нам не будет ни соколенка, ни красная девица. То есть, разговор о том, что если Игорь бежит, он бежит сам, а его сын Владимир Игоревич остался в плену, то его нужно женить на Кончаковне. Совершенно очевидно, что автор слова знал об этом, потому что он писал уже после этих событий, но он использует именно условное это время. «Аще, если бежит, то опутаем, если опутаем, то не будет нам ни соколенка, ни красная девица». Подельщик, или точнее автор слова XVIII века, он бы обязательно ошибся в использовании такого времени. То есть, он бы говорил так, как нам сейчас привычно говорить, потому что в XVIII веке были именно такие уже формы будущего времени. Это вот маленькая деталь, свидетельствует о том, что чем больше мы углубляемся в текст слова, тем больше мы можем раскрыть его тайн. И вот уже после публикации слова возникает два лагеря. А одни сторонники слова считают, что оно, конечно же, оригинальное произведение, и в нем много архаизмов, ну, скажем, представления или упоминания различных языческих богов, и Перуна, и Дашбога, и Стрибога, и Хорса. Другие же сторонники гипотезы о подделке говорят, нет, слово полку Игоря не может быть написанным в XII веке. Почему? Потому что в нем много архаизмов. Там упоминается и Дашбог, и Хорс, и Перун, и так далее. То есть, смотрите, одни и те же данные сторонниками и противниками оригинальности слова полку Игоря используются в качестве аргументов. Причем противники подлинности слова наставят на том, что языческое произведение, они полагали, что слово языческое произведение не могло быть написано в XII веке, когда вся культура была христианской. И это было одно из важнейших их аргументов. Один из известнейших и старейших медиевистов Западной Европы, профессор Римского университета Рикард Пиккио, замечает, что если бы мы сумели поместить слово полка Игореве в его естественный религиозный контекст, то мы бы смогли преодолеть многовековое предубеждение. И он абсолютно в этом прав. Значит, мы должны найти что-то такое в словополке Игореве, что абсолютно бы однозначно его поместило бы в XII век. И уже бы не возникали никаких вопросов, подделка это или нет. То есть, видите, даже в самом тексте, вот в обширном тексте слова, содержится вот эта вот большая загадка. Языческое это произведение или христианское? Если христианское, то почему в нем указан только всего лишь один раз Бог, когда Игорь уже бежит из плена Половецкого в землю русскую? Господь Бог путь кажет Игорю из земли Половецкой в землю русскую к отню Злату Столу. То есть, к отцовскому столу, черниговскому княжеству, хотя Игорь бежит, как мы знаем по летописи, в свое родное княжество, Новгород-Северское, причем даже не в его столицу, Новгород-Северский, а в Путивль, где его ожидает жена. Так почему автор указывает на то, что Игорь достигнет черниговского стола? Это тоже одна их загадок. И почему именно в конце произведения указан Бог, а до этого ни разу он не упоминался? Видите, у нас очень много загадок в этом произведении мы обнаружили. И вот теперь наша дальнейшая задача попытаться раскрыть тайное слово полку Игореве, попытаться обнаружить и время его написания, попытаться ответить на те вопросы, которым мы сейчас заданы, христианское произведение или языческое. И самое главное, в чем смысл этого произведения. Но об этом мы с вами поговорим в следующей передаче из цикла «Вектор познания». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин